Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы проведем 27-й урок на тему «Мир и согласие. Путь человечества». Мы знаем, что человечество всегда мечтало развиваться по пути мира и согласия. Каждый человек мечтает о мире и согласии в семье, в обществе, в государстве, во всем мире. Но, к сожалению, не всегда эти мечты сбываются. И мы видим, в современном мире идут войны, гибнут люди. Что нужно сделать, чтобы избежать этого? Как прийти к миру и согласию? Что лично мы можем сделать для этого? Из чего следует начинать? Ответы на эти непростые вопросы мы постараемся поискать на сегодняшнем уроке. Позвольте мне начать с истории из жизни, из современной жизни. Во время одной из современных войн, локальных войн, которые происходят у нас на Земле, и вы это прекрасно знаете, журналист беседовал со стариком, местным жителем, жившим как раз в зоне боевых действий. И он спросил журналист, как вы думаете, когда закончится эта война? На что мудрый старик ответил, она закончится, когда закончится война в сердце человека? Вот такая интересная история. Ответ старика, конечно, задевает наше сердце. И давайте подумаем о том, а что же за война идет в сердце человека? Да, действительно, война в сердце человека — это наши плохие мысли. Это мысли жадности, ненасытности, гнева, обиды, злости, зависть и так далее. Но откуда появляются эти мысли? Возможно, кто-то скажет, да, у меня есть такие плохие мысли, но я не виноват. Жизнь такая, люди кругом такие, ситуации такие, я не виноват в таких мыслях. А кто-то подумает и скажет, да, у меня тоже появляются плохие мысли, и я виноват в том, что они у меня появляются. Но на самом деле никто не виноват в этом. Плохие мысли могут появиться у каждого из нас. И вопрос не в том, кто виноват, а вопрос, что с этим делать. Мы можем взять ответственность за свои мысли на себя. То есть я могу сказать себе, да, я могу и хочу быть ответственна за свои мысли. Я могу и хочу поменять свои мысли злости, гнева, обиды, зависти на мысли мира, любви и согласия. И это зависит только от нас. Это наш выбор. И здесь у нас появляются две мировоззренческие позиции, и мы вольны выбрать любую из них. Назовем это позиции, позиции ученика и позиции потребителя. В основе позиции ученика лежит личная ответственность за свои мысли, слова и дела, в то время как потребитель избегает ответственности за свои мысли, слова и дела. У ученика возрастает осознанность, осознание своей внутренней духовной природы. Он прислушивается к своей душе и потому учится понимать и принимать ситуации и окружающих людей. В то время как потребитель больше сосредоточен на внешнем, на своих проблемах и менее склонен понимать и принимать позицию других людей. Ученик постоянно готов обучаться и развиваться, и он находит тонкое удовольствие в том, чтобы постоянно обучаться и развиваться. Потребитель же склонен к получению более привычного нам удовольствия от комфорта, от внешних условий, а ученик уже учится получать более тонкое, возвышенное наслаждение от обучения и развития. И так как ученик раскрывает свой внутренний потенциал, свою внутреннюю природу, у него постепенно появляется ощущение внутреннего изобилия. В то время как у человека-потребителя все больше и больше, сколько бы он не получал в жизни желаемого, у него все равно остается ощущение дефицита и нехватки. А теперь давайте задумаемся, какая позиция ближе для вас? Конечно, непростой вопрос. И, возможно, многие заметят, что в некоторых ситуациях мы воспринимаем ситуацию и реагируем как ученики, а в некоторых воспринимаем ситуацию и реагируем как потребители. А бывает иногда и такое, что сначала ситуация воспринимается с позиции потребительской, но потом, поразмышляв, применив те знания, которые мы получаем на уроках самопознания, мы все-таки переходим к позиции ученика. Дорогие ребята, вот позиция ученика очень важна для нас сегодня и цитаты урока. Я выбрала древнюю мудрость, которая гласит «пусть будет мир на земле и пусть он начнется с меня». Именно сегодня, в наше непростое время, во время, когда все человечество переживает опыт мировой пандемии, нам очень важно сохранять внутренний мир и покой. Все человечество получает урок мира и согласия. Для того, чтобы преодолеть эти трудности, человечество должно объединиться, должно помогать друг другу, должно прекратить все войны. И только в этом случае мы сможем победить эту проблему, решить эту проблему. И каждый из нас должен на своем месте, в своей семье сохранять внутренний покой, помогать друг другу, поддерживать и использовать освободившееся время для обучения и развития. И поэтому притчу, которую я хочу подарить сегодня вам, так и называется эта притча. Как преодолевать трудности? Однажды, в давние-давние времена, к мудрому учителю пришел ученик. Ученик пришел очень расстроенный. У него было очень много проблем, много трудностей и жизненных обстоятельств навалилось на ученика, и он пришел к учителю за советом, что же делать в такой непростой ситуации. Учитель молча выслушал ученика, ничего не сказал и достал три котелка с водой. В один котелок он положил морковку, в другое яйцо, в третью палочки, а в четвертую положил зерна кофе. Через некоторое время он вынул все предметы и спросил ученика, что произошло. Ученик сказал, ничего не произошло. Правильно сказал учитель. Затем он включил огонь, и вода в котелке закипела. И он снова кинул туда морковку, яйцо, палочки и зерна кофе. И когда через некоторое время он вытащил все эти вещи, он спросил ученика, что теперь произошло. Ну, понятно, сказал ученик, то, что и должно было произойти. Морковка и яйцо сварились, палочка не изменилась, а зерна кофе превратились в напиток кофейный. Да, сказал учитель, но это только внешний взгляд на ситуацию. Посмотри глубже. Морковка из твердой стала мягкой и скользкой, разваливающейся. Палочка не претерпела никаких изменений. Яйцо, будучи хрупким, стало твердым, а зерна кофе растворились в воде, превратив безвкусную воду в ароматный кофейный напиток. А теперь представь, что вода – это жизнь. Огонь – это трудные обстоятельства жизни. А эти четыре вещи – это четыре типа человека, которые по-разному переживают трудности. Человек – морковь. Таких большинство. Эти люди в обычной жизни кажутся твердыми. В моменты жизненных передряг они становятся мягкими и скользкими. Они опускают руки, винят во всем других, либо непреодолимые внешние обстоятельства. Чуть придавило, и они уже в панике психологически раздавлены. Человек – яйцо. Это те, кого жизненные невзгоды закаляют, делают крепче. Таких людей очень-очень мало. Именно такие люди в обычной жизни незаметны, а в тяжелые времена вдруг обретают внутреннюю силу, твердеют и упорно преодолевают внешние обстоятельства. Человек – дерево. Таких мало. Эти люди не меняются, остаются самими собой в любых жизненных ситуациях. Они, как правило, хладнокровны, внутренне спокойны и цельны. Именно такие люди показывают всем, что и тяжелые жизненные обстоятельства – всего лишь жизнь, а за черной полосой всегда наступают белые. «А как же кофе?» – воскликнул ученик. «О, это самое интересное! Зерны кофе под воздействием неблагоприятных жизненных обстоятельств растворяются в окружающей среде, превращая безвкусную воду во вкусный, ароматный и бодрящий напиток», – ответил учитель, с удовольствием прихлебывая ароматный кофе из чашки. «Есть особые люди, их единицы. Они трансформируют сами жизненные обстоятельства, превращая их в нечто прекрасное, и извлекают пользу из каждой неблагоприятной ситуации, изменяя в лучшую сторону жизнь всех людей вокруг». Понравилась вам притча, ребята? Очень интересная, глубокая. Давайте теперь подразмышляем над вопросами. Что же символизирует кипящая вода? Да, кипящая вода символизирует трудности и жизненные обстоятельства, в которых проверяется стойкость человека, проверяются его истины и качества. Вспомните, встречали ли вы в своей жизни всех описанных типов людей? И самое главное, встречали ли вы в своей жизни людей типа кофе, которые сумели превратить трудные обстоятельства в нечто прекрасное не только для себя, но и прежде всего для людей. Вспомните, пожалуйста, примеры великих исторических лидеров, известных людей и примеры тех, кто живет рядом с вами. Как вы думаете, к какому типу относитесь вы сами? А к какому типу хотите относиться? И как вы думаете, что нужно для этого сделать? И поэтому в заключение урока я бы хотела предложить вам творческую работу, которая поможет вам развить качество человека кофе. Пожалуйста, подумайте, выберите и, главное, сделайте три важных дела, которые могут принести мир и согласие в окружающую вас жизнь. Пусть это будут маленькие дела, незаметные для всего человечества, но важные хотя бы для одного человека. Пусть ваши добрые дела, мысли и слова, пусть согласия в вашей душе станут вашим коронавитамином, который защитит вас от любой вирусной инфекции. А сейчас, пожалуйста, дорогие ребята, на минутку закройте глаза, подумайте о том, чему вы научились на уроке, что полезное узнали. Сохраните это в своей душе. Мысленно пошлите всем людям на земле. Здоровье, мир, свет, покой и любовь. Можете открывать глаза. Спасибо за урок.